Добрый вечер, уважаемые любители Нарт. Я приветствую вас на площадке Gammon Space. И мой сегодняшний обзор будет посвящен именно этому интернет-ресурсу. До начала очередного турнира осталось несколько минут, и у меня есть время познакомить вас с этой площадкой, на которой есть игры на реальные деньги и на, ну скажем так, на фантики. Соответственно, здесь есть два зала. Вот мы сейчас с вами в красном зале. Это зал игры на реальные деньги. Если нажать на значок доллара, что я сейчас делаю, нет, вернее, на значок евро, мы попадаем с вами в синий зал. Синий зал – это так называемый зал для игры в play money. То есть это игровые деньги, их никак нельзя конвертировать в реальные. Здесь вот проходят турниры, можно сыграть матчи отдельные. Вот, ну, на фантики, скажем так, на интерес, да, на интерес. Вот вы видите здесь, что сегодня, в ближайшее время будет происходить. Но это не очень интересно. В этом зале настоящие профи никогда не играют. И перейдем обратно в зал для игры на реальные деньги. Вот вы видите сейчас время 21.56 в нижнем левом углу. И давайте посмотрим, какие турниры будут в ближайшее время. Вот идет уже турнир в 21.00. Начался в 22 часа. То есть через 4 минуты начнется турнир со взносом 11 евро. Потом будет турнир по 22 евро, да, и так далее. Значит, сейчас я постараюсь рассказать, как вообще попасть на эту площадку и начать свой путь к вершине. Значит, в ссылке к этому видео в описании будет указан сайт, где можно скачать этот клиент. Вы заходите на этот сайт, Gammon Space, скачиваете клиента, создаете ник и можете сразу входить вот в этот зал для игры на реальные деньги. Несколько раз в день проводятся фрироллы. Вот смотрите, например, ночью, да, вот он выделен фриролл. То есть вам не надо будет платить ничего. Вы сможете выиграть какие-то там деньги и постепенно, накопив хотя бы евро, да, или 2 евро, вот минимальный взнос здесь 1 евро 10 центов. И постепенно выигрывая, сначала в фрироллах, потом в дешевых соревнованиях, вы можете накопить определенную сумму и попытаться ее вывести с этого сайта. Это все возможно, это все реально. Надо только выигрывать. То есть вот эти фрироллы, они дают такую возможность. Их несколько в день. Значит, один вот в половину четвертого ночи, это для наших игроков не очень удобно. Потом есть фриролл половина двенадцатого. Вот он, половина двенадцатого фриролл. И вечером есть вечерний фриролл. Вот я его выделю. Это половина седьмого. Это достаточно удобно. Вот. Опять же повторю, во фрироллах от вас не требуется никаких затрат. Зашли на сайт, скачали клиента, сделали ник и вперед, и вперед. А теперь мы уже переходим непосредственно к игре. Значит, турнир. Вот в 22.00 заходим в этот турнир. Как видите, участников уже 9. Взнос 11 евро. И вот можно увидеть, что через 32 секунды начнется турнир. Все они проходят по прямой олимпийке. Если участников будет не 8, а более, что, скорее всего, и произойдет. В данном случае кто-то из участников получит бай, пройдет в следующий раунд без игры. А кто-то будет играть лишний раунд. Вот сейчас 11 участников. Несколько из них пройдут без игры. Давайте посмотрим жеребьевку. Жеребьевка автоматическая. Жеребьевка автоматическая. Так, несколько россиян здесь есть. Главным образом я хотел сконцентрироваться на матче Сергея Ерохина. Он здесь под ником Кабрус. Как вы видите, я его выделил. И он получил буйок. То есть в этом раунде он играть не будет. Он автоматически прошел в восьмерку. А вот эти люди, они играют свой раунд. И затем уже будет прямая олимпийка. Останется 8 человек, потом 4, 2 и финал. Так как Сергей в этом раунде не играет, то мы с вами немножко подождем. И когда начнется второй раунд, я вновь выйду в эфир и прокомментирую для вас, ну и для себя, его матч второго раунда. Вот. Мы можем сделать небольшую склейку в эфире. Так что через несколько минут, ну, наверное, минут через 15, вот я вновь подключусь. И мы увидим матч Сергея Ерохина. Итак, я снова в эфире. Как видим, завершился первый раунд. На него ушло 23 минуты. Несколько больше, чем я рассчитывал. Матчи проводятся до 5 очков. В турнирах по 3, 4, 5 и 11 евро матчи до 5 очков. Есть турнир со взносом 33 евро. Вот там матчи до 7. Вот. 25 секунд осталось до начала второго раунда. Жеребьевка случайная. Как видим, сколько россиян осталось. Раз, два и наш Сергей Ерохин. Три россиянина борются за игру. Вот я знаю, что Five Times – это ник Артура Петросяна. Вот они и играют с Сергеем Ерохиным. Сейчас мы понаблюдаем за этим матчем. Сергей Ерохин с Артуром Петросяном. Как видим, дизайн по сравнению с BGM and Galaxy тут повеселее, я бы сказал, поярче. Итак, начался матч. Черными мы смотрим. Мы смотрим со стороны черных. Черными играет Артур Петросян. Белыми Сергей Ерохин. Начался дебют. Пока ничего сверхъестественного не произошло. Белые убежали одной шашкой. Черные встали якорем и сделали пункт в доме. А якорь у них на барпункте. Значит, по контролю времени на 5-очковый матч дается 2,5 минуты. И 8 секунд на ход. То есть, это такой реальный спидгэмон. Событие будет происходить очень быстро. Я постараюсь что-то успеть прокомментировать. Вот черные опустили слот. Белые в него не попали. Позиции черных кажется мне перспективнее. Вот сейчас они накрывают. Пятый пункт надо обязательно. И единичку. А, да, да, да. И единичку здесь же, да. 5-1. Белые пытаются убежать с шашкой. Но у них нет хорошего хода здесь. Наверное, надо действительно уходить и единичку играть в 20-й. Да, так и сыграно. Ну вот, куб. Куб можно объявить. Да, много ударов. Преимущество солидное. Куб принят. Так, произведен удар. И, наверное, надо ей же уйти. Да, наверное, ей же уйти. Сейчас посмотрим, какой план выберет Артур. Нет, он оставляет шашку. С бара попасть не получилось. Убежать не получилось. Сейчас черный будет пытаться накрывать эту шашку. Да, образует 5-пунктовый прайм. Единственная проблема черных осталась это вот увести шашки с якоря. А, Артур решил пойти в атаку. Он оставляет возвратные удары, но зато бьет. В общем, это игра на Марс. Ну, один из вариантов. Я бы сыграл вот так. Я бы закрыл, получил надежный прайм. И пытался бы дальше это реализовывать. У белых позиции дисгармоничные. Баланса нет, гибкости нет. Сложный будет. Вот сейчас опять же приходится делать какой-то невразумительный ход. Или подставить. Да, вот сейчас вторая шашка может отправиться. И через 5-пунктовый прайм будет выпрыгнуть сложно. Я бы бил, да. Я бы бил эту шашку, вторую. И ударил бы в доме. Ну, в доме можно было ударить. Вот, сейчас бы уже шансы на Марс были бы получше. Зря черные испугались. Но по-прежнему не бьют. По-прежнему хотят делать прайм. Белые никак не могут ввести шашку в игру. То есть, если бы вот тогда черные пробили, сейчас бы уже две шашки были на баре. И Марсовые шансы были бы гораздо выше. 6-4. Ну, вот. Контакт минимизирован уже. 5-5. Ну, вот. Черные упустили очень много Марсовых шансов. И сейчас позиция их лучше. Безусловно, лучше позиция выиграна. Но могло быть все гораздо лучше. Так, шашка на баре. Вот, 5-5. Все-таки сделали дом. Задача белых простая. Уйти от Марса. Задача черных аккуратно выкидывать. 6-1. Не самый удачный бросок. Сейчас можно подставиться. Но черных выручает зар. Так, белым надо заряжаться. Так, верно сыграли черные. Да, на Марс. Ну, хорошо. Так, белым надо кидать. Кидать много. Много и быстро. Так, 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 так. Ну, нужен куш. Нужен куш. 6-1. А куш выпал черным. Черные выиграли Марс. Напомню, что до этого они объявили куб. Итак, счет 4-0. Кроуфорд. В этом гейме никто не показывает куб. Если выигрывают черные, матч заканчивается. Если выигрывают белыми, матч будет продолжен. И можно будет в следующем гейме уже воспользоваться кубом. Так, что происходит здесь? Пока преимущество небольшое у белых. Да, белые побили лишнюю шашку. Вот. Черные отвечают тем же. Белые делают якорь. Ну, вот. Здесь все происходит очень быстро. Мне сложно следить за развитием событий. Но вот что-то я успеваю видеть. Вернее, за развитием событий я слежу, конечно. Все видно. Но вот предугадать, предложить какое-то свое решение и предугадать, как будут действовать соперники, мне сложно. Потому что вот все происходит очень быстро. Времени мало. Так, 4-3. Ну, типичная структура обоюдного якоря. У белых в доме черных, у черных в доме белых. Оба соперника ждут хорошего куша, чтобы уйти из дома и попытаться выиграть гонку. Так. То, о чем я сказал, свершилось. Белые кинули куш. Теперь они большие фавориты. Значит, при этом счете Марс не очень важен. Вернее, ну, абсолютно не важен. Белым просто надо выиграть этот гейм. С Марсом или без Марса не имеет значения. Сейчас просто белым нужно не подставиться. А черные, в свою очередь, должны делать дом. Надеюсь, что белые все-таки оставят удар. На самом деле, вот якорь в 12-м его разобрать не так уж легко. Вот видите, сейчас не удалось. В конце концов, у белых может закончиться запас, и аккуратного хода не будет. 5-1. Опять же, якорь не разбирается. Приходится как-то улучшаться в доме. Но вот черным выпал не очень удачный бросок. Они не могут сохранить свой якорь. Они вынуждены оставлять единицу под ударом. Белым желательно в нее попасть. Тогда, ну, 4-4, это, можно сказать, равноценно. Завод с шашек в дом. Это Джокер. И борьба практически предрешена. 5-2. Следующим броском белый не подставится. Это так называемая zero position. Здесь уже есть варианты какие-то. Бросок 6-2, например. 6-6, да, 6-6 подставляется. И единичку кидает. Смотрите, как из абсолютно безоблачной, безоблачной позиции получилась борьба. Так, 1-4. Сейчас, может, вторая шашка. Нет, вторую шашку не подбили. Но позиция была абсолютно выиграна. И вдруг, да, вдруг вот так случилось. Вот. Но белые успели выкинуть 7 шашек. И позиция где-то 50 на 50. Примерно. Примерно 50 на 50. Черным. Черным надо аккуратно выкидывать шашки. Подставиться плохо, потому что белые выкинули уже много шашек. 5-2. Не очень удачный бросок для черных. Так, 4-4. 4-4 тоже бросок нехороший. Надо скидывать, да, надо оставлять шашку под боем. Потому что в другом случае было бы совсем плохо. Так, а белые никак не могут зарядиться. 2-1 шикарный. Шикарный для черных бросок. 4-2 побежали. Но здесь уже черные большие фавориты. Очень большие фавориты. Белым нужен куш. Большой куш. 4-2. У черных всего 6 шашек. Да, черные победили. Артур Петросян обыгрывает Сергея Ерохина. Да, теперь уже даже теория. Теория не спасет Сергея. Да. Вот такой очень короткий матч. Я показал вам. Ну, так получилось, что ничего особо интересного в матче не было. Никаких сложных решений. В первом гейме был Куб и Марс. И во втором гейме черные словили шальной хит. Заперли соперника на баре и выиграли. Вот. Но площадка интересная. Соревнований много проводится. Можно начать с нуля и выиграть определенное количество денег при умении и определенной удаче. Так, давайте выйдем. Выйдем из этого матча. Вот еще раз посмотрим на главную страницу этого ресурса. Ссылка будет в описании. Мой короткий обзор площадки Gammon Space и турниров, которые проходят на нем на сегодня, закончен. Тимур Азизов вел этот репортаж. Приглашаю всех на площадку Gammon Space. Играйте в нарды и выигрывайте. Спасибо за внимание. Продолжение следует...